Всем доброе утро, с вами Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить» на сегодня. Накануне глобальные фондовые на рынке продолжили свой рост, американские фондовые индексы выросли почти на процент. Сейчас рост во фьючерсах продолжается, но и фьючерсы на индекс широкого рынка. S&P 500 торгуются от своих исторических максимумов уже менее чем в половине процента. Рынки быстро забыли все опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса, забыли обо всех предостережениях, которые накануне сделал глава Всемирной организации здравоохранения, но и забыли даже о всех своих опасениях, связанных с пиком экономического роста. Смотрят на отчетность в Соединенных Штатах Америки. Здесь сезон отчетности на текущей неделе является наиболее интенсивным и пока мы видим, что действительно рынки воспринимают это исключительно в пользу роста. Азиатские торговые площадки сегодня растут более активно, лидером роста являются те регионы, которые до этого были аутсайдерами. Это биржа Гонконга. Индекс этой биржи растет примерно на 2% к данной минуте. Биржи в континентальном Китае тоже подрастают, но чуть-чуть более медленными темпами. Что касается отечественного фондового рынка, то накануне индекс РТС тоже достаточно заметно вырос. Движим мы с одной стороны общим оптимизмом на мировых рынках, резким взлетом почти на 5% цен на нефть. Сейчас бочка нефтемарки Brent стоит более 72 долларов. И история вокруг соглашения между Соединенными Штатами и Германией, которое в текущих условиях, естественно, было воспринято исключительно с точки зрения дальнейшего роста. На этом резко вырос курс рубля. Сейчас за доллары дают примерно 72 рубля и 80 копеек. Но что интересно, глобальная ситуация на рынках, с одной стороны, она остается такой гиперэйфористичной, но вот накануне, и это, кстати, весьма симптоматично, эксперты из Goldman Sachs сказали о том, что вот просадки, которых на американском рынке, в общем, по большому счету, не было, уже становится покупать опасно, и они этого делать не будут. Почему? Что вообще влияет сейчас на глобальные финансовые рынки и куда стоит обращать свое внимание? Обсудим мы это с нашим экспертом. У нас на связи Сергей Романчук, президент Ассоциации финансовых рынков ACI России. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Вопрос. Вот что происходит сейчас? То есть понятно, что у нас есть таких три больших наблока, которые влияют на глобальные финансовые рынки. Блок первый – это, естественно, политика глобальных центральных банков. Блок второй – это состояние реальной мировой экономики. Прошли мы пик роста или нет? Опять же, и вне зависимости от истории с коронавирусом и с этой историей. Ну и, конечно, политика Китая. Вот три таких основных блока. Предлагаю разобраться в них по порядку. Вот что происходит с политикой, на ваш взгляд, глобальных центральных банков? Что они будут делать? Здесь тоже такой вопрос простой. Заметят ли они инфляцию и будут ли они с ней бороться? И если да, то каким образом, на ваш взгляд? Ну, мы видим, что политика глобальных центральных банков, она остается в достаточной степени консервативной, в отличие, скажем, от ряда банков, развивающих стран. Прежде всего, Банка России, который моментально среагировал на рост инфляции подъемом ставки, обещает поднимать ставку и дальше. Будем в пятницу за этим следить. Что касается, прежде всего, ФРС и Европейского центрального банка, то они по-прежнему держатся за такой старый нарратив, что как бы самым долгосрочным трендом и тем, с чем стоит бороться, как раз так является дезинфляционный тренд. А пандемия, которая привела к трудностям и вот к взрывному рост инфляции, который беспрецедентно наблюдается сейчас в США, является временным процессом и, соответственно, мало влияет на долгосрочные ожидания участников рынка, домохозяйств и, тем самым, не нуждается в моментальной реакции, в быстром сворачивании, соответственно, мягкой денежной политики, количественного смягчения и перехода подъема ставок. Хотя мы видим, что борьба между этими двумя историями, двумя концепциями, вот долгосрочным дезинфляционным и наблюдаемым сейчас в данных краткосрочным проинфляционным, как бы она продолжается и как бы мы это видим и по риторике ФРС и по ожиданиям рынка, которые сместили уже достаточно существенно вот момент начала подъема ставки по времени, как бы уже в 22 году ожидается, наконец, отход от ближайшего к нулю коридора процентных ставок для ФРС и, соответственно, их подъем. И вот то, как рынки реагируют на поведение центральных банков, наверное, даже важнее, чем то, что центральные банки непосредственно делают, потому что именно это сказывается на рынках. Но пока мы видим, что доверие не потеряно. Прежде всего, в этом смысле, наверное, стоит смотреть на доходность десятилетних трежерис, которые вырастали в момент, когда рынки нервничали. Но сейчас они считают, что ситуация под контролем, ФРС держит руку на пульсе и долгосрочных угроз для инфляции нет. Ну а это для фондового рынка означает, что, в общем-то, да, наверное, надо выкупать просадки. Так или иначе, ситуация временная. Вот. Но мы видим, что вот эта вот временная ситуация, как бы все-таки это не то, что нам абсолютно точно дано, и тут ФРС будет права. Очень многие экономисты, в том числе и американские известные, или полиси-мейкеры в прошлом, они, в общем-то, более настороженно к этому относятся. Поэтому я считаю, что это один из главных рисков, именно то, насколько сохранится доверие к денежно-кредитной политике. И тут стоит, наверное, заметить, что не все зависит от центральных банков. Очень многое зависит сейчас и определяется поведением правительств, то есть фискальными мерами. Вот те бюджетные стимулы, которые на Западе приняли беспрецедентный масштаб, наверное, именно они, как бы, тоже являются таким главным фактором, который является проинфляционным, да, то есть стимулы, которые были. И вот то, насколько они быстро будут свернуты, наверное, определит успех в борьбе с инфляцией. Очень странно надеяться, так сказать, что как бы сама собой восстановится занятость, если пособие по безработице составляет примерно, так сказать, медианную зарплату, там, США. Ну да, то есть здесь, с одной стороны, именно правительство и центральные банки работают в одной упряжке, то есть они гонят цены на активы наверх, а с другой это такой тени толкает, то есть ФРС говорит, что да нет, у нас же нам нужна полная занятость, а правительство делает все, чтобы этой занятости не было. Вот с точки зрения экономики, если коротко, у нас, к сожалению, уже не так много времени, то есть мы видим, что действия центральных банков, например, Китая, да, Китай уже жмет на тормоз, и у них, кстати, вот только-только, да, вот вчера стали появляться какие-то первые успехи, мы видим, что цены на железную руду вот сегодня теряют в Китае примерно 7 процентов. Рынки пока тоже это игнорируют, несмотря на то, что, да, Китайский центральный банк, ну, ключевой источник ликвидности во всем мире, об этом мало кто говорит, все говорят в основном про ФРС, ну, специально, естественно, это делается. Вот если коротко, с точки зрения вот экономики все-таки, да, экономика прошла, вот пик того отскока вот постковидного, на ваш взгляд, или все-таки мы будем видеть еще какой-то такой достаточно приличный рост? На мой взгляд, мы довольно близки к пику, потому что, что касается экономического роста, с ним были проблемы, ну, определенные в продолжении его темпов еще до пандемии, поэтому пандемия, безусловно, приклопнула его за счет разрушения, прежде всего, цепочек поставок. Сейчас, как бы, эти связи будут восстанавливаться, какой-то потенциал восстановительного роста еще есть, но, как бы, вопрос в том, вышли ли мы на какой-то, так сказать, другой уровень кооперации, которая позволит там расти. Я думаю, что нет, потому что в целом пандемия все-таки скорее после себя постковидный синдром оставляет в виде большего изоляционизма экономик, а что для глобального роста, безусловно, вредно, поэтому я думаю, что мы около пиков. Ну да, и, безусловно, мы видим такой резкий рост цепочек поставок, и как раз именно тот регион, который являлся локомотивом глобального экономического роста в течение многих последних, там, даже не лет, а десятков лет, это, прежде всего, азиатский регион, да, во главе с Китаем. Именно он больше всего и страдает, это мы видим, да, по росту стоимости, собственно говоря, перевозок, росту стоимости фракта, товаров, причем не просто из Китая, а только из Китая, причем в разы. Спасибо огромное, напомню, у нас на связи был наш эксперт Сергей Романчук, президент Ассоциации финансовых рынков ICI Россия, ну а основные торги на московской бирже открываются прямо сейчас, ну и, конечно, они откроются ростом.